Ну что ж, давайте продолжим. Буквально один бой остается нам до седьмого уровня британской нации. Скорее всего, пять тысяч я за этот бой получу, поэтому говорю, что один бой. Меньше я получу вряд ли, потому что это... Надо слиться так, что прям вообще. Бой полминуты, чтоб я никого не попал. Ну ладно, по опыту-то все пока нормально. Ну вот по деньгам, по деньгам кошмар какой-то. Ну по опыту тоже что-то маловато, я не получаю уже там двадцать тысяч, двадцать три тысячи. Ну вот карта Африканский каньон, возможно, позволит мне что-то сделать такое сверхъестественное, чтобы получить какие-то нормальные суммы. Знаю я ее все-таки очень и очень неплохо, поэтому... А вот что-то и получится. Ну сейчас посмотрим. Я уже все-таки в нетерпении получить бумеранг и, возможно, Веллингтон. Возможно, на Веллингтоне я как раз смогу пофармить опыт и бабло. Для бомбежек нормально. Правда, придется потратить тысяч... Триста, наверное, на покупку и обучение экипажа для всего этого. Для двух самолетов. А эта сумма немаленькая. Это больше половины моего запаса денежного на данный момент. Так, что-то я боюсь туда лететь, но я все равно туда лечу. Как ни странно. Ладно, давайте попробуем так безопасненько на Ил-2 зайти. Опа! А его сбило ПВО. На технику была установлена ПВО, она его сбила. Замечательно. Остался я без мяса безначального. Ну ладно, может быть здесь что-то получится. Главное сейчас не потеряться во всем этом месиве. Не растеряться, не потеряться. Не потерять прицел, сапа, главное. Так, один есть. Упс, упс. Отлагала, залагала, отлагала. И он поворачивает как раз в ту сторону, куда мне нужно. А он не за мной летит просто. Я думал, он просто так летит. Размечтался. Так, надо было включать закрылки. Я, как всегда, недооцениваю маневренность полки, поэтому... Поэтому всегда игнорирую этот элемент фюзеляжа у меня. У себя, вернее. Имею ввиду закрылки. Ну, все-таки я его сбил. Надо отсюда срочно убираться. Потому что сюда летит новая пачка противника, поэтому... Не хотелось бы взад получить от нее. Ну, хотя бы спрятаться ненадолго за... Эти скалы, чтобы точно задницу не получить. И, возможно, как-то развернуться для того, чтобы хотя бы лбом все это встретить. Потому что я очень сомневаюсь, что я со своей скоростью сумею отсюда уйти. Поэтому бой придется принять, скорее всего. Так, ну вот там наши месяцы. Ой-ё. Хорош. Это был тайфун? Не, а, это был не тайфун. Это был пушечник. Если бы я видел, что это пушечник, я бы вряд ли ему зашел бы в лоб. К сожалению, я не заметил, кто это, поэтому... Ну, я труп, в общем-то. И он меня добил, да? Да, он меня добил. Этот... Этот того не убил. Ну, в общем-то, как, я не знаю. Потому что тот свой за ним полетел, да? Но по какой-то причине нелепо не добил его. Не знаю, как можно не попасть по P39U в виражах. Ну, или N, что там было. Неважно, в принципе, они одинаковые. Но, тем не менее, наш не попал. И, в общем-то, тем самым он не оставил мне шанса остаться в живых. Ладно, вернёмся туда же. Там довольно много мяса. Тот же P39U, надо ему отомстить. По-хорошему будет. Никуда ты от меня не денешься, парниша. Хе-хе. Да, конечно, конечно. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Покажите, на что вы способны. Да, как они на меня докручивают, вообще непонятно. А, ну здесь одни полки. Это жесть. Одни первого уровня здесь. Конечно, теперь понятно. Жуть. Там какой-то убер-взвод на самолётах первого уровня. Их все игнорят. Ну, как всегда, на левом фланге сплошной сумбух. То есть, наших никого, врагов до кучи. Нашим наплевать. Можно опять ругаться, я чувствую. Я в полном праве это сделать. И буду прав. Ладно, давайте попробуем изловить этого. Прямо заарканить. По-жесткому. Заарканили. Что дальше? Так, Е-153. Надо бы его убить. Нафиг. Теперь-то уж. Надо его добивать, а то он... ...наделает делу. Да кто там опять? Засранец. Так, 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 так. Да зараза. Господи, эти пушечники. Откуда они берутся вообще? Кто их там с центра пропускает так активно? Я не понимаю. Так, а вот у нас здесь халявная цель. Которая, скорее всего, сейчас заберет Spitfire. Но я все-таки постараюсь что-то сделать. Для того, чтобы самому ее забрать. Место охоты. Последний самолет у меня остается. Бой сливной абсолютно. Но, тем не менее, то, что требуется для получения седьмого уровня, я уже сделал. Поэтому за семерку можно не волноваться. Вот за победу в этом бою волноваться приходится. И за выживаемость мою в этом бою до конца боя. Еще летать и летать, сражаться и сражаться. А у меня последний самолет, и я не хотел бы вот так вот с пятью фрагами уходить в ангар. Пять фрагов, три смерти. Что-то не очень, знаете. Перспектива радужная. Тем не менее, мне в лоб идут? Не идут. Так, это мустанг, да? Это хоук какой-то. Это какой-то хоук. Это какой-то непонятный хоук. Видимо, китайская подделка на американский самолет. Так, ну где все-то? Ни наших, ни противников. Что, где? Я не понимаю, что в этом бою происходит. Залетать куда-то там в поисках наших тоже, как-то, знаете, слишком опасно. Так. Ну. Опять-таки, я не вижу никого из наших на карте. На мини-карте. Ну, вот вроде подлетели. Поэтому мне уже не так страшно здесь крутиться. А в одиночку-то здесь не очень комфортно себя можно ощущать. О, и пятнадцатый. Да умри ты, е-мое. Тоже не сворачивает. Вообще ему плевать. Вообще не сворачивает, парень. Опа-па-па-па. Ой, как берутся неожиданно. И у меня очень вовремя закончились патроны. Я даже забыл о перезарядке. На нервах весь летаю. Просто забыл про перезарядку, и все. С дымами летает. Молодец такой, а. Да уйди ты нахер. Господи, эти этажерки повсюду. Как они бесят. Заполонили. Вон опять и пятнадцатый едет. Ну что такое? Откуда вы берете это говно? Да уберись это с траектории. Детсадусы какие-то понабирали. Опять и сто пятьдесят третий. Сколько можно-то? Уберите это говно с воздуха. Давай, давай, давай. Да давай, ну попадай. Ну что ж такое-то? Кто в меня опять? Китихок все еще летает здоровый целый. По-моему, он же. Тот же самый парень. Так, это был опять этажеркин. Так ведь? Конечно, так. Хорош. Сколько? Семь, шесть. Сколько у меня фрагов там? Примерно. Шесть. Всего шесть фрагов. Смешное количество опыта денег. Ну, опыта нормально. Опыта нормально. За то, что я сделал опыта нормально. Ну, вот. Денег смешно. Ну, девять тысяч двести девяносто. Ну, как? Сколько я? Тысяч семьсот. Ну, я и за две тысячи семьсот столько получал. Так что все равно смешно. Ладно, самое время. Заказать. Это. Посадить на это место. Тридцать шесть косарей нужно. Ой, блин. А мне же надо будет кучу денег, чтобы сейчас до Веллингтона добраться. Сейчас мне нужно купить за 45, за 100 тысяч. За 90 и за 90. Ну, была не была. Пока я качаю бритусов. Так что уж там. Почему бы на них не потратиться по полной. А, ну, в принципе, эти Веллингтоны, они одинаковые, так что. Какая раньше я могу дальше не покупать. И здесь, знаете, экипаж за 50 косарей. Так, успеем. И здесь поставить этот самолет за 18 косарей. Ну, вот вам из 700 тысяч осталось 181 тысяча. Купил бомбач. Ну, бомбач есть бомбач. Дырявый, правда, какой-то. Он не развалится в воздухе-то. А то аж страшно как-то. Так, а где у него... Нормально у него турели расположены. Как раз по крыльям стрелять. Огромная мертвая зона снизу. То есть, если снизу будет подбираться противник, ничего не сделает наш самолет сбоку. Я имею в виду сбоку снизу, вот оттуда откунуть. Наш самолет ничего не сделает. Только если сверху будет сбоку подбираться. Не могли, что ли, здесь расположить как-то? А здесь тогда уж бомбы. Какая нафиг разница? Жуткое инженерное решение. Так, ну и пока у нас 10 штук 250 фунтов. А для этого нужно... Модификация какая-то МВП. У ее 150 тысяч надо опыта. Для того, чтобы эту модификацию поставить. Жуть. Просто жуть. Так, а здесь у нас, кстати, что? Боукладки, модификации. Давайте купим движок. Я пока летал, про это все забыл. Боукладка, значит... С увеличенным количеством трассирующих снарядов. Скрыта атака. Поражение наземных целей. А черт его знает, что здесь покупать. Осколочно-зажигательный. Полубронебойный снаряд. Это интересно. Вот здесь осколочно-фугасно-зажигательный снаряд. Наверное, надо его купить. Тогда уж. И тогда для скрыта атаки здесь тоже. Так, 149 ксарей остается у нас. Здесь мы уже все приобрели, да? Так, давайте посмотрим, как выглядит Тайфун. Грозная машина, конечно. С распахнутой пастью, возмущенной такой жесткой. Кого-то он мне напоминает. Я умею, не только возмущенного, по-моему. Ну ладно, давайте на этих новых самолетах попробуем повоевать. Больше всего меня интересует именно Тайфун МК-1А. Бомбардировщик на втором месте. Все остальное уже испробовано вдоль и поперек мной. Ну и интересна доходность, конечно, этих машин. Это самое для меня главное в данный момент. Ну что ж, это у нас опять-таки Африканский каньон. Бомбить здесь особо нечего. Ну, можно, конечно, побомбить, но это опасно, потому что... В общем, опасно и все. Поэтому я беру Тайфун, седьмой уровень. Самый большой пока у меня среди бритосов. А хотя Валингтон тоже седьмого уровня. Ну, я имею в виду истребитель. Судя по всему, сейчас враги будут сбалансироваться под именно этот уровень. Максимально у меня самолета. Нелепый сбоку, это просто какой-то кошмар. Уродец тот еще, короче говоря. Так, ну и в принципе... В принципе, 500 набирает более-менее на форсажа. Ну и без форсажа тоже летит на 500. Поэтому вполне красивый закат. Закат ведь, правильно? Да, это закат. Здесь уже видно, что закат. Похоже на закат. Такой золотистый цвет. У него напоминает то же самое вооружение, что и у... Хюрикейна МК-2. И как бы мне сейчас самое главное не обосраться при первом же вылете на этом самолете. Хочу я Баффайтер забрать. Но он будет очень быстр. И догнать его будет проблемно. Хотя, мой самолет это может. Я думаю, себе позволите. Уже 560 скорость. Уже 600 скорость. Уже 620 скорость. 630. Гонит как черт, надо сказать. Нормально. Мне нравится. Так, 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 так. Где он, где он, где он? Это наш? О, еще один. Еще один противник. Что-то на 12 пулеметов не тянет. Как-то он слишком вяло. Строчит. Очень так. Такой звук, знаете, не на 12 стволов. Уж точно. Но я могу догонять. Я могу догонять без проблем. Большинство самолетов. И это хорошо. Это самое главное, что нужно для такого самолета с 12 пулеметами. Это догонять. И, возможно, я смогу уходить. Еще это так. Что тоже очень и очень важно для любого вообще самолета. Будь он бомбачом, там, я не знаю, на любом уровне. Главное уходить от атак. Да зараза, как он... Крутит меня на своей фигне. Ну, у него шансов, конечно, перекрутить меня нету. Но вот шансы, то, что придут ему на подмогу или заберут у меня фраг, огромные, я бы сказал. Ну, давай, умираю же. Обычная боевая укладка ни на что не способна. Ненавижу ее. А вот и Веллингтон. Неужели тот, который мы не добрали? А, я бо-файтер. Я же бо-файтер убивал. Точно. Вот это на 12 тянет. Видите, какой шлейф? И такой с треха. Не так, как у нас. Так, давайте попробуем забрать Ил-4, пока он не наделал делов очень нехороших в нашем тылу. А то на него как-то все забили, знаете. Ну вот, не забили, оказывается. Ну, я спокойно, в принципе, догоняю все то, что мне нужно догонять. Правда, вот эти 12 пулеметов без боеуклада там какой-нибудь зажигательный, они вообще ни на что не способны. и, в общем-то, пока разочаровывают. Так, я ему Элерон выбил. Сейчас он будет потихоньку в землю врезаться. Давай, 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 давай. Какая маленькая скорость-то еще. Скорость, что надо. Ну вот, я его поджег, наконец-таки. Наконец-таки, со 100 лет я его все-таки поджег. Призаряжаемся. И летим, наверное, за лаг третьим. Очень красивое освещение, очень мне нравится. Такое, знаете, вот июльский вечер. Только русского пейзажа не хватает. Какого-нибудь небольшого зеленого городка. Периферийного. Ну вот вам ягд-9Т, я же говорил, что сейчас возьму тайфун и будут уровни выше мне кидаться. Может, я сейчас больше денег получу за это. Ну, пока что, пока что я, как дамагер, ни на что не способен, в принципе. Поэтому, поэтому мало опыта. Очень мало. Ну, мало очков я имею ввиду в этой битве. Пока что у меня, может быть, к концу боя что-то изменится. Так, ну попал пару раз. Но, опять-таки, он от меня уходит спокойно. Потому что у него до этого была скорость большая. Да, у меня отстой. В принципе, может быть, я бы его и догнал вполне. Но он слишком на большом уже расстоянии, чтобы я это пытался сделать. Это будет пустая трата времени. Давайте перезарядимся. То есть, чувствую, у меня опять в средней бои что-нибудь закончится. А вот там опять Веллингтон летит. И сейчас я его попробую перехватить. Как раз недалеко. И как раз у меня сейчас перезаряется вооружение. Давай, давай, давай. Догоняю, 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 догоняю. Догоняю, догоняю. Так. Догнали. Сейчас главное не перегнать Ну сейчас будет сплошная череда Так Берите закрылки, замечательно Опять про закрылки забыл Сейчас будет сплошная череда Лобовых атак я чувствую Очень опасно я здесь Завязал схватку в этом каньоне Вот этого я боюсь То что Як-9 сейчас может просто Свалиться мне на голову и с парой выстрелов убить Ему это ничего не стоит Но пока он этого делать не собирается Может у него закончились пушки Потому что он просто сильно поврежден И мечтает просто вернуться на базу У меня закончились пулеметы в самый ответственный момент Впрочем, как всегда Сейчас у второй будет немножко падать Ну его уже убили До того, как он начал делать этот маневр Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Так, ну и звук от этих турбин Настоящий самолет сразу чувствуется Так, 32 единицы техники осталось у противника Возможно, я как-то посодействую В уничтожении этой самой техники Давайте попробуем что-нибудь сделать Длинный самолет довольно-таки не выглядит таким длинным У ангаря Здесь как огромная сосиска выглядит Ну вот прицел очень удобный Я могу смотреть вот так вот Вот у Илла 4-го не видно прицел вообще Он где-то за гранью экрана приходится вот так целиться А через бомболюк Через специальный прицел бомбовый Я целиться вообще не могу Я там, во-первых, ничего не вижу Во-вторых, все очень криво получается В общем, стараюсь им не пользоваться вообще Так, вот там вообще сплошная череда техники Вот ее-то мне и надо уничтожить Так, воздушный тормоз Нет воздушного тормоза Плохо Это довольно-таки доисторический самолет Поэтому ни о каком воздушном тормозе Не может быть речи Так, как бы сейчас Как бы сейчас Не упороться бы И че это такое? Бомбы какого-то смешного размера, видимо Я вообще ничего не дамажу Офигеть Просто офигеть Я вообще ничего не дамажу Вообще не попал Вот вам 120 килограмм Видели? Точно в цель сбросил? Нифига вообще Нифига Абсолютно Ну-ка, сейчас и так Ну здесь я тоже должен попасть Ну Ну это без вопросов вообще Без вариантов Здесь я не мог не попасть Потому что я точно-точно в цель скинул Все это дело Так, и все Все свои 10 бомб я потратил И здесь я не попал То есть он в метре падает И все Здесь нужны точно 500 фунтовые бомбы Потому что 125 кило Это вообще ни о чем Это как ракеты не попало И все Никакого урона вообще не наносится Поэтому так не пойдет Че ты хочешь? Ты че-то от меня хочешь? Пошел вон Я еще живой парень Так че ты от меня хочешь? Я не собираюсь пока дохнуть Или ты хочешь, чтоб я сдох? Да ну нафиг тебе Я не хочу дохнуть Не собираюсь я никуда дохнуть Успокойтесь Я еще побомбить даже собираюсь Вы меня уже хороните Так, и че я где присыл? Стрелка там убила что ли? Ну че, движка у меня еще есть Я могу до конца боя полетать На этом самбике Нет, с этого ничего не будет Да, вот видите, как сказывается Отсутствие нормальной боевой укладки То есть я на тайфуне ничего не смог сделать Я на третьем месте Вот так вот Долбишь-долбишь Без конца И бесполезно Да, никогда не пользуйтесь 250-фунтовыми бомбами Потому что это полная оленя туфта Только так это можно назвать Больше никак Они вообще ничего не способны сделать На нас летит F2 Надо ему в лоб пить Ой, BF-110 Вот он-то нас и расчленит по полной Давайте уничтожать там всю нашу Технику И пойдем в ангар Так что, получить свое бабло за войнушку Да, вот новую технику будет сложно покачать О, зато я получил соратника Классно 5000 кредитов никогда лишними не бывает Вот соратник это то, что нужно Ну, я даже на четвертом месте Вот, видите, вот я побомбил немножечко И сразу 16 тысяч опыта получил Не опыта, а денег получил То есть бомбить это всегда как бы Хотя это может засорать никогда или поэтому Зато опыта мало Так, и что? Что по опыту? Ну, по опыту более-менее Так, скорость перезарядки надо качать Пилота надо качать Сейчас придется со всей этой доисторической фигней Разбираться до 170 уровня А потом обнаружить, что прокачка экипажа стоит там 500 тысяч Так, и здесь 4 Но здесь бортовые стрелки нужно качать А бортовых стрелков аж 4 штуки Как-то так Можно, конечно, там, я не знаю, наземные службы прокачать Например, скорость перезарядки И скорость ремонта Скорость лечения тоже Все-таки 4 человека может ранить кого-нибудь И сколько мы на нем получили, кстати говоря 2220 На этом получились 4400 Субтитры делал DimaTorzok